Мир оказался в тупике. У него нет ответа на вопрос, как цивилизации отвечать на варварство. Когда боевики Хамас напали на Израиль 7 октября, то действовали они совершенно новым образом, отличным от предыдущих эпизодов насилия. В этот раз они продемонстрировали нечеловеческую жестокость. Сжигая младенцев, да-да, это факт, проверенный и подтвержденный, отрезая головы людям самого разного возраста, убивая родителей на глазах у детей, издеваясь над стариками и, что очень важно, все это документируя, размещая в соцсетях, террористы закладывали фундамент для ненависти на многие десятилетия вперед. Такое просто невозможно забыть и невозможно простить. Оказалось, что Израиль находится в веке 21-м, а о тех, кто напал на него, хочется сказать, в средневековье. Какие ответные шаги были бы правильными со всех точек зрения? Стереть Хамас с лица земли, уничтожить его лидеров, разрушить его здания и укрепления. Вот тактика и стратегия Израиля. Проблема в том, что Хамас, он не в лагерях, он в двухмиллионном секторе газа. Его бункеры и командные пункты под жилыми зданиями. И, кстати, значительная часть местных избирателей в свое время проголосовала за Хамас, головорезов с автоматами Калашникова. Тем самым эти люди дали превратить себя в живой щит. Но что же теперь считать их сопутствующими потерями? Израиль, по крайней мере многие там, согласны с тем, что выбора еврейскому государству не оставили. Ведь это нападение самое страшное после Холокоста. И да, нужна тяжелая, крайне опасная, но неизбежная наземная операция, говорят они. Потому что иначе этот кошмар будет продолжаться бесконечно. Но когда мы видим картинку из газа, то содрогаемся вновь. Мы люди, нам жаль людей. Тех, кто оказался в заложниках, в том числе и палестинцев. И здесь начинается самое сложное. Невозможно не замечать, как российская пропаганда, равно как и арабская, а также некоторые вполне свободные западные медиа раскручивают тему бесчеловечного отношения Израиля к палестинцам. Вот как прокремлевские каналы рассказывают о пропалестинских протестах. Мы не были террористы. Хамас, это группа, который защит их земли, защит их народ. Серьезно, это место для liberации от палестинцев. Хамас не террористская группа. О, это не? Первое, Хамас не террористская группа. Хамас не террористская группа. Что это? Как это? Моторсайкл-клуб? Это резистанция, которая была фумомена за 75 лет колонизм, оккупация. В Кейптауне и других крупных городах ЮАР прошли массовые акции протеста против действия Израиля на территории сектора Газа. Сотни граждан выкрикивали антиизраильские лозунги, называли Израиль государством апартеиды и призывали президента ЮАР Сирил Ромофосу к организации помощи палестинцам и аннулированию лицензии израильской авиакомпании «Эль-Аль». А здесь уже международное независимое агентство «Рейтер» снимает детей, на которых падают бомбы. И им страшно, и это душераздирающе. И вот за этих детей и других мирных палестинцев на улицы европейских городов выходят толпы. Впрочем, кажется, в меньшей степени за детей, а большей против Израиля. Демонстранты эти успешно проворачивают операцию по лишению мирового сообщества памяти. Ну то есть, как будто не было нападения Хамас, и как будто Израиль просто решил начать блокаду сектора Газа и просто решил бомбить его. Все в возмущении качают головой, в том числе и Владимир Путин, который сравнивает происходящее аж со святая святых блокадой Ленинграда. Появляются различные варианты развития событий, в том числе говорится о том, что в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера, такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Но мы же понимаем, с чем это связано. И на мой взгляд, это неприемлемо. Два с лишним миллиона человек там живет. Далеко не все Хамас поддерживают, кстати говоря. Далеко не все. А страдать должны все подряд, включая женщин и детей. Надо ли напоминать, что сравнивать Ленинград с Газой – это то самое намеренное искажение и просто издевательство над историей, в котором российские власти так часто любят обвинять всех вокруг. Может, ленинградцы нападали на немецкие деревни и резали там детей? Но для красного словца и яркости обоза, по мнению Путина, параллели подходящие. Нет ничего удивительного и в той позиции, которую заняла Россия в Организации Объединенных Наций. Сегодня Совет Безопасности отклонил проект резолюции, представленный Москвой. В документе содержался призыв к гуманитарному прекращению огня и освобождению израильских заложников в секторе Газа, но никакого осуждения действий Хамас здесь не было. Впрочем, примут резолюцию, не примут, справедливой она будет или нет – какая разница? ООН последовательно демонстрирует неспособность влиять на что-либо. Антонио Гутерреш, генсек организации, продолжит выступать за все хорошее. И ему будут вяло кивать. И это никак не отразится на ходе истории. Нам нужен немедленный гуманитарный доступ на всю территорию Газа, чтобы мы могли доставить всем топливо, еду и воду. Даже у войны есть правила. Международное гуманитарное право и права человека необходимо уважать и поддерживать. Гражданских лиц необходимо защищать, а также никогда не использовать в качестве счета. И все заложники в Газе должны быть немедленно освобождены. Крайне важно, чтобы все стороны и те, кто имеет на них влияние, сделали все возможное для достижения этих шагов. Официальный западный нарратив на 10-й день войны звучит так. Мы поддерживаем Израиль, осуждаем Хамас. Хамас несет ответственность, но 2 миллиона жителей сектора не должны страдать из-за ошибок их лидеров. И с одной стороны, сложно с этим спорить, особенно учитывая тот факт, что далеко не большинство действительно одобряют диктатуру террористов у себя дома. Даже в далеком 2006 году, это когда в последний раз были выборы в автономии, даже тогда они не получили ни 100, ни 80, ни 75%, а где-то 51,5%. И в Газе, в общем-то, я считаю, что их настоящая база поддержки не превышает 15-20%. Ну, там, учитывая, что нет альтернатив никаких, то многие, как в других странах тоже, пускают это дело на самотек. Ну, то, что есть, в общем, да, но особой любви и поддержки, естественно, не испытывают. Всего лишь несколько месяцев назад там были голодные бунты в Газе, людей, которым нечем кормить своих детей, и которые совершенно прямо говорили, деньги, которые должны идти на нас, на наши нужды, вы их тратите на совершенно бесполезные ракеты и туннели. Этим людям некуда деться. Из двух государств, с которыми граничит сектор Газа, одно – Израиль, второе – Египет. Но Каир их не то чтобы ждет с разбитыми палаточными лагерями и продовольствием. Выходят, здесь тоже жертвы. Как же так? Возмущаются западные журналисты, эксперты, инфлюенсеры. Мы должны сохранять человечность. Да, должны, без всяких сомнений. Но почему никто ничего не предлагает? Оставим за скобками Лигу арабских государств. Почему страны-семерки, например, не решают собраться на экстренный саммит и принять меры? Для разнообразия настоящие, эффективные меры – придумать план спасения этих двух миллионов. Потому что требовать от Израиля, убитого горем, отыскать в себе еще и сочувствие к палестинцам невозможно. Так действуйте вы. Вместо заявлений о глубокой озабоченности примите меры. Но мер нет и, боюсь, не будет. В современном прогрессивном мире политики страшно осторожно. Я нахожусь в регионе с вечера субботы. Я провела много переговоров. И вывод, который я делаю, скажу об этом тщательно, подбирая слова, что ситуация серьезная и даже опасная. Цель этих событий может привести к нестабильности и, возможно, к полной дестабилизации региона. Нужно, чтобы победили разум и сдержанность. Принято считать, что левые за Палестину. И как-то вроде странно, почему условно Black Lives Matter, то есть те, кто выступает против полицейского насилия, поддерживают насилие в отношении евреев? Во-первых, крайне левые исторически сочувствуют палестинскому движению сопротивления, поскольку оно декларирует борьбу с американским империализмом. И этого для них уже достаточно. Во-вторых, потери сторон были очень разными. Когда Израиль наносил удары по газе, то гибли, конечно, палестинцы, а евреев обстреливали бесчисленные ракеты, но их защищала система ПРО – железный купол. Кроме того, в Израиле вообще умеют ценить своих граждан. И когда кто-то из израильтян оказывается в руках врагов, то Иерусалим делает все для вызволения своих. Пример с капралом Геладом Шалитом, за которого Израиль выдал больше тысячи палестинских заключенных – один из показательных. Жизнь израильтян всегда имела значение. И они, конечно же, сильнее. Быть на стороне сильного как бы неприлично, и к черту подробности. В этот раз ситуация иная. Зверство Хамас, масштабы преступления заставили в том числе и левых сочувствовать государству Израиль. Но как только начались ответные удары, прогрессивная общественность зажмурилась и позволила себе вернуться к привычной позиции. Жалеть палестинцев, уважать их протест и ненависть к Израилю. Почему бы не назвать вещи своими именами? Давайте назовем. Люди, требующие уничтожения Израиля и смерти евреев, а они требуют, не делайте вид, что не слышите, они получают финансовую поддержку от ЕС. Их лидеры иногда обнаруживаются в европейских столицах в уютных квартирах. Они призывают к еврейским погромам и, вот уже в Германии, всерьез рассуждают об опасности повторения хрустальной ночи. Ближневосточный конфликт неоднократно доходил и до Германии, и в этом нет ничего нового. В течение многих лет мы сталкивались с явной ненавистью к евреям и нападениями на улицах Германии, организованными сторонниками палестинских террористических организаций, например, во время демонстраций. Страх перед таким насилием был нормальным для евреев в Германии в течение многих лет. Хамас теперь снова призывает к открытому насилию против евреев, еврейских ресторанов, магазинов и синагог во всех частях мира. Некоторые палестинцы открыто и нагло призывают к своего рода хрустальной ночи 2.0. Вчерашний теракт в Брюсселе, где были буквально расстреляны двое граждан Швеции, продолжение нынешнего кризиса, одно из многих предстоящих, к сожалению. 45-летний уроженец Туниса опубликовал видеообращение. Он заявил, что убил людей, цитата, «чтобы отомстить за мусульман». А тем временем студенты самых престижных вузов мира бросаются на защиту. Палестинцев требуют справедливого отмщения. Вот Гарвард, открытое письмо сочувствующих. Подписавших это обращение 34. Пятеро, как сообщается, уже отозвали свои подписи. Никто из них своего имени не называет. И в Твиттере высказались в том числе ряд руководителей крупных компаний с требованием раскрыть личности студентов. Дескать, хотим знать, кого никогда не нанимать на работу. Ясно, что многие из участников этого сомнительного предприятия вообще не разбираются в вопросе и не очень понимают, что подписывали. Их деанонимизация лично мне хорошей идеей не кажется, а скорее кажется контрпродуктивной. Но меня никто не спрашивал. Вскоре после скандала у здания Гарварда появился грузовик с видеобилбордом, на котором имена и изображения этих самых студентов. Еще интереснее ситуация с профессором Колумбийского университета, который назвал атаку Хамас на Израиль прекрасной и вот еще потрясающей победой. Петиция с требованием отстранить Джозефа Массада, именно так зовут преподавателя политологии и истории, собрала десятки тысяч подписей, но ВУЗ этот эпизод пока не комментирует. Добавлю только, что появилось также и ответное письмо с призывом не трогать профессора. Его подписали 600 человек. По всему миру в прошедшую пятницу на всякий случай закрыли еврейские школы. На некоторых домах в Берлине появились шестиконечные звезды. И знаете, мне кажется, ровно этого Хамас и добивался. Они, когда снимали видео насилия над мирными жителями переграничных кибуцев, знали все наперед. И про всплеск ненависти, и про ответ Израиля, и про неизбежность потерь среди гражданского населения Газы. Они знали, что агентство Reuters снимет интервью с плачущим ни в чем не повинным ребенком. И невозможно будет не жалеть его. В Хамас знали и то, что на этой волне ясно слышимый призыв к убийству евреев. Этот звериный антисемитизм покажется кому-то объяснимым. Война между Израилем и Хамас касается нас всех, вне зависимости от того, течет в нас еврейская кровь или нет, есть у нас родные в Израиле или нет. Она касается нас, потому что на наших глазах просыпается монстр, закопанный очень глубоко под землю после Второй мировой войны. Да, антисемитизм жил всегда и до, и после Второй мировой, разумеется. Но призывы истребить евреев так громко не звучали давно. КОНЕЦ Я уже говорила в прошлом эфире, что мир катится к чертям. Это, несомненно, так. Но чем дальше, тем очевиднее становятся детали. Миропорядок, сложившийся после 1945 года, обрушен окончательно. В Европе с февраля прошлого года идет полномасштабная война. Там совершаются военные преступления, в том числе массовые убийства безоружных гражданских и уничтожение критической для жизни человека инфраструктуры. Человеческие страдания льются в Украине через край. И вот уже 20 месяцев, а Путину за это ничего не было, а когда будет, совершенно непонятно. Судьба жителей Карабаха, я сейчас не о геополитике, международном признанном статусе и так далее, я только о людях, это ведь тоже потоки горе и страданий. Без последствий для ответственных политиков. Теперь Израиль. Когда мы видим фотографии детей, выведенных в качестве заложников террористами Хамас, когда мы представляем, что с ними творится в Газе, как с ними обращаются, а как обращаются с их матерями, хочется кричать и плакать, и это жуткое ощущение бессилия. Насилие становится нормой, как будто у нас на глазах открылся портал в ад, и впереди еще воины, или же одна большая третья мировая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова